Приветствовать, видеть здесь. Как вы прожили эту неделю? Бурно, мощно. Молодцы, слава Господу. Честно говоря, я давно не проповедовал. И сегодня у меня появилась такая возможность поделиться с вами Словом Божьим. Итак, когда последний раз я проповедовал, мы говорили с вами на тему «Стань учеником Иисуса Христа». Если помните, мы говорили о том, что Иисус преуспевал в премудрости, любви и возрасте у Господа и у людей. О том, что это очень хороший ориентир для выработки качеств ученика Иисуса Христа. И преуспевал в премудрости, любви и возрасте у Господа и у людей. Сегодня хотел бы с вами поподробнее поразмышлять на тему, какими качествами обладает ученик Иисуса Христа. Ученик — это тот, кто вобрал в себя все учения своего учителя. И исполняет сам, чему научился. Учит этому и передает это другим. Честно говоря, когда я готовился к проповеди, у меня перед глазами все время стоял один мультфильм. Как вы думаете, какой? У меня прям яркий пример про ученичество. Вот один мультик, который не уходит из головы. Много ярких примеров за ученичество, ино-анимационное. Кунг-фу панда. Кто смотрел этот мультик? Какой глядал твой анимационный? Помните сюжетную линию? Помните ли сюжет? Что воином дракона должен был стать совсем другой персонаж. Не панда. Чего не на драку натрябовавший достанет совсем друг персонажа. А в итоге кто стал? И в край на крае такой и станет. Совсем неуклюжий. Совсем не подходящий. Совсем не подходящий. Не обладающий никакими навыками. Не обладающий никакими способностями. Никакой способности. Который любил только кушать пельмешки. То и убичал саму доеды. Но в итоге? Но после? В результате он победил самого сильного. Наисильнее. Самого способного. Наиспособнее. Воина и ученика. Бывшего ученика. Учителя. Бывший ученик на учителя. Я бы очень хотел, чтобы эта мысль оставалась у нас с вами в голове и в сердце. Что Господь использует для своей славы. Че Господь использует за свою это славу. В качестве своих учеников. В качество на своей ученице. Совсем избирает не те качества, которые ценит этот мир. То избираны те качества, которые ценят этот мир. Давайте поразмышляем дальше. Итак, слово ученик означает учащийся, последователь какого-либо учения. Этим словом Иисус Христос очень часто называл тех, кто следовал за Ним. И прежде, чем вознестись на небо, Он заповедал своим последователям. То есть заповедал на своих последователей, чтобы они сделали все народы мира его учениками. Аминь. Аминь. Итак, кто сегодня может с полным правом назвать себя учеником Иисуса Христа? И какими качествами обладает ученик Иисус Христос? Здесь есть ученики Иисуса Христа? Аминь. Итак, ученик Христа это прежде всего тот, кто принял его своим спасителем. Принял своим Господом. Отдал ему свою жизнь. И с полной уверенностью может сказать о себе словами апостола Павла. Апостол Павел сказал такие слова. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Все христиане должны в конечном итоге стать учениками Иисуса Христа. Друзья, это конечная цель нашей с вами веры. Сегодня, однако, к сожалению, очень много христиан, которые посещают церкви, ходят на служение, идут на службы, слушают проповеди, делают какую-то хорошую работу, несут служение, но не всегда живут по Божьим законам и не следуют истинам Евангелия. К сожалению, такие же христиане не могут быть учениками Иисуса Христа. Истинные настоящие ученики любят и почитают Христа. Истинските ученици обичат и почитат Иисус Христос. Жаждут общения с Ним. Ищут Его водительство и руководство в своей жизни. Трсят Негово водительство и руководство. Вникают в Его учение те по-добре и по-дълбоко изучават Неговото учение и несут Его Слово людям. Такие ученики духовно растут, преображаются, изменяются. Самое главное, они приближаются к образу Иисуса Христа. Стоит отметить, что на сегодня во многих церквях большое внимание уделяется не качеству ученичества, а привлечению в церковь как можно больше людей. Безусловно, евангелизация это очень важный момент нашего служения. Но я бы хотел обратить наше с вами внимание и к качеству ученичества. Насколько мы приближаемся к нашей конечной вере как христиане. Иисуса Христа никогда не интересовало сколько людей следует за Ним. Он не боялся говорить людям очень жесткие истины. Даже несмотря на то, что это иногда отпугивало людей. И очень часто они оставляли Иисуса. Давайте посмотрим первое место Писания. Сегодня это Евангелие от Луки 14 глава 26 и 27 стихи. Евангелие от Лука 14 глава 26 и 27 стих. Итак, на проекторе на болгарском языке я прочитаю на русском. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер а при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною не может быть моим учеником. Аминь. Звучит крайне радикально, правда? Звучит достаточно радикально. Но Иисус Христос объяснял своим последователям какими должны быть его ученики. Но Иисус Христос объяснял у нас в этой последователе какие качества требования что для этого нужно делать от чего нужно отказаться а что нужно принимать и как какими же качествами мы с вами должны обладать чтобы называться учениками Иисуса Христа так первое наша верность любовь и преданность Христу должны быть выше любви ко всему ко всему другому что есть в этом мире. Можно посмотреть 26 стих. Если кто приходит ко мне и не разнедавидит своего отца матери жены детей братьев своих близких пратон самой жизни не может быть моим учеником. Немножко сложновато для восприятия для понимания и для принятия этих слов. Правда? Малко трудно воспринимем. Но в этих стихах Иисус не требует от нас чтобы мы действительно ненавидели своих родных и близких своего отца свою мать свою жену и своих детей. Он показывает разницу между степенью любви к нему и нашим близким. Той показывает разлик между степен за обичание на него или своите близки. Имея в виду, что любовь к нему должна быть выше, чем ко всему. Имайки предвид, че любовь к него треба повише от всичку. Чем ко всему или ко всем другим. Че повисоко от любовь к другите хора. На протяжении всей истории церкви христианам не раз приходилось сделать очень сложный выбор. То есть принимать решение, которое вызывало недовольство близких и причиняло боль и страдания. И сегодня нам тоже возможно придется пережить, а может быть кто-то и переживает или пережил подобные моменты. Отказаться от многого ради верности и преданности Христу. откажешь от многого неща за да будешь верен на Иисус Христос. Возможно иногда наш выбор будет казаться окружающим людям глупым, смешным, неадекватным, но ученики Иисуса никогда не обращали и не должны обращать внимание на мнение мира. Но учениц на Иисус Христос никого не обръщат и не треба обръщат внимание на други Тих хора и посвящать себя служению Христу и выполнять все, что Он потребует от нас. Независимо того, какими последствия в нашей жизни однажды может наступить момент, когда нам необходимо принять решение, которое приведет к непониманию, к возражению или сопротивлению тех, кого мы любим. и сопротивление на тезис к убит чем и хотя это очень больно, но через это мы узнаем, что требуется нам перенести, чтобы стать учеником Иисуса. Если мы с вами ученики Христа, то наше послушание Ему должно стать приоритетом для нас, и наша любовь к Нему готова превзойти любовь к нашим близким. Радикально ли этого? Да. И не всегда наш разум готов и наше сердце воспринять эти слова и это учение Иисуса. Но я благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы в нашей жизни пришло это понимание и осознание этого учения Иисуса. Второе. Чтобы стать учеником Христа, нужно отказаться от себя. 27 стихе написано И кто не несет креста своего и идет за мною не может быть моим учеником. На проекте видите стих. Иногда мы думаем, что наш крест это болезни, страдания, какие-то потери, горести, проблемы. Которые мы обязательно должны перенести или пережить. Но Иисус не это имеет в виду, говоря о кресте. Друзья, крест это инструмент наказания, который заканчивается смертью. Иногда верующие, то есть мы с вами должны пожертвовать своей жизнью, чтобы остаться верными Христу. задоустанным верни на Иисус. Но большинство из нас возможно не призваны к совершению такой экстремальной жертвы. Но как написано в этом стихе, каждый ученик Христа должен испытать смерть своего собственного личного Я. Как описывая в Библии, в тот стих, всякий ученик на Иисус Христос требует проживая смерть на свой вытрашен Ас. Что это значит? перестать жить для себя. В мире есть такое выражение. Когда я начну жить для себя? Иногда в наших мыслях проскальзывают тоже такие мысли. Все, хватит, теперь я живу для себя. Кому приходят такие мысли? Есть, Обращайте внимание на этот стих. Обращайте внимание на този стих. Ученик Иисуса Христа не живет для себя. Аминь? Аминь. Итак, Иисус учит нас так, кто хочет быть первым, да будет другим, кем? Рабом. Кто хочет стать первым, будь другим для других, слугой и рабом. То есть, когда первое, надо достать раб и слуга на другие хора. Итак, одним из ярких качеств ученика Христа это жертвенность. Друзья, здесь речь идет не о финансах, вернее, не только о финансах. Става дума не самому за финансы. умирать умирать для себя отбрасывая исключительно свои желания и исполнять то, что ожидает от нас наш учитель по отношению к другим людям. кто кто ищет и хочет найти признание среди людей, тот должен исполнять свое призвание. Повторю еще раз эту мысль. Кто ищет и хочет найти признание среди людей, должен исполнять свое призвание. Можете сказать на это Аминь? Аминь. Итак, если мы с вами ученики Иисуса Христа, то мы уже не живем как раньше до нашего спасения. Вместо того, чтобы испытывать привязанность к нашим прошлым грехам, к нашим зависимостям, вместо того, испытываем привырзанность к нашим греховам, к нашему привычному мирскому стилю жизни, нам следует отказаться от всего этого и полностью передать себя Христу. Нам с вами следует жить в глубоком послушании и выполнять все, к чему наш Учитель призывает. Друзья, и подчиняться всему, что Он нам пошлет. И каждый раз, когда мы проявляем свое непослушание Иисусу, мы ведем себя с вами далеко не как ученики Иисуса. Может, это звучит сложно для восприятия, звучит сложно за восприем но это истина и это так. Третье качество наше ученичество обходится нам дорого. чтобы научиться этой истине Иисус использовал две притчи. Давайте посмотрим дальше. Евангелие от Луки, 14 глава, с 28 по 32 стихи. Евангелие от Лука, 14 глава, у 2 с 28 до 32 стих. На проекторе есть на болгарском языке, я прочитаю. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Аминь. Здесь Иисус рассказал о том, что прежде чем строить башню, нужно сделать определенные расчеты издержек. И прежде чем построим кула, трябва да присметным всечку. И чтобы начать сражение с врагом, необходимо сначала оценить силы и возможности свои и врага. И прежде до започвенного битка со срак, трябва да оценим свои силы и возможности. Так и мы с вами, когда собираемся стать учениками Иисуса Христа, должны оценить свои силы и возможности. И подготовиться к предстоящему отречению от того, что привычно и дорого нам в повседневной жизни. К возможным трудностям на нелегком пути верного и стойкого последования учения Христа. Сегодня в интернете очень много служений и очень проповедей о том, которые обещают и говорят людям только благополучие, только спокойную, обеспеченную жизнь без проблем, страданий, лишений, без тревог каких-то. Но Иисус Христос никогда не говорил такие истины. Наоборот, когда Он призывал своих учеников следовать за Ним, они, как правило, оставляли все, то, что имели. Полностью передавали себя Ему и сопредавали свои животы за Него. Бесчетное количество учеников Иисуса Христа или христиан на протяжении всей истории церкви переносили трудности в продолжение на церкви считать, что христианская жизнь очень удобная, очень легкая и очень спокойная. Как-то вы притихли. Аминь или не аминь? Это точно. Аминь. Четвертое. Четвертое. Ученичество это полный отказ от всего, что мы имеем. Потому что Иисус Христос сказал в 33 стихе Евангелие от Луки. Что-то Иисус Христос сказал в 14 Евангелие от Луки в 33 стих. Итак, что же там сказал Иисус? Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Если помните, в Евангелии, кажется, от Марка один богатый, знатный и благочестивый юноша подошел к Иисусу и спросил. Он упал на колени и сказал Учитель, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Иисус, взглянув на него, написано Полюбил его и сказал Одного тебе не достает Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах. Чем закончилась эта история? Какого вы считаете эта история? Юноша смутился, расстроился, отошел и все. То есть ему одежься и расстроил и... Почему? За что? Потому что у него было огромное имение. За что-то то имя углянул богатство. И сердце его было прилеплено к нему. И сердце ему было прилеплено к твоему богатству. Иисус это прекрасно знал, что юноша привязан к своему богатству и оно удерживало его отследование за ним. Друзья, Иисус Христос не призывает нас отказаться в буквальном смысле слова от всего, что мы имеем. Иисус Христос не призывал буквально от всего, которое мы имеем. Но Он желает, чтобы мы с вами осознавали, что владельцем всего, что у нас сегодня есть, является Бог. Мы только те, кому вверено это богатство во временное пользование. Опять-таки, для чего? Для чего? Не для удовлетворения своих каких-то желаний, похотей. Не за удовлетворяем свои желания, чтобы мы пользовались им, прославляя его имя. Да, доползем этого богатства, да прославляем имя и награда за наше ученичество стоит любых наших жертв. Конечно же, иногда стоимость нашего ученичества может быть очень высокой. Но есть такое обетование, что Иисус не оставит нас одних. Но има обетование в Библия, че Иисус не оставит нас одних, чтобы мы сами справлялись с нашими проблемами и трудностями. Он никогда не оставит нас в нашей боли и в наших страданиях. Христос дал нам свой дух, чтобы Он руководил, управлял, поддерживал и воодушевлял нас. Особенно в те моменты, когда у нас есть проблемы, когда мы переживаем какие-то беды или испытания. Иисус обещал, что не оставит нас и будет с нами до скончания века. Поэтому нам остается утешаться в Нем и верить в Его обещания. Потому что верен Бог тем, кто искренне любит Его. Бог верен на тези, кои искренне Его обичат. Кто преданно Ему служит. Кто исполняет все Его заветы и с нетерпением ожидает Его пришествие. Друзья, прекрасно жить и осознавать, что Иисус Христос мой Учитель. Прекрасно доживеем и осознаваем, что Иисус Христос наш Учитель. Прекрасно или нет? Да. Прекрасно ли этого? Очень здорово осознавать и понимать, что Иисус не только наш Спаситель, но и Он помощник, Он защитник, Он обеспечитель. И в каждой ситуации, которую нам приходится переживать, Он с нами. Многую хобову осознаваем, что Иисус Христос не сам наш Учитель, Пусть это всегда поддерживает нас, когда мы не будем уверены в том, какое решение принимать в той или иной ситуации. Какой выбор сделать и в каком направлении нам идти? Если мы с вами ученики Хрисуса Христа, то нам надо быть уверенными в том, что именно Он поведет нас по праведным путям. Именно Он защитит нас от всякой неправды и научит именно своей истине. Итак, что же значит быть учеником Иисуса Христа? Итак, ученик это тот, кто принял на себя крещение и готов взять на себя имя Спасителя и следовать за Ним. Очень часто многие из нас слышат слово ученик и думают, что это только лишь последователь. Друзья, но полное ученичество это состояние. Но полное ученичество это состояние предполагает не только изучение и использование отдельных черт характера Иисуса Христа. ученики живут так, чтобы качества Христа вплетались в саму сущность нашего существования. Ученицы на Иисус Христос живут так, что эти качества вплетают в существование подобно как художник рисует картину, когда эти качества вплетаются в нашу сущность с вами. Давайте мы посмотрим следующее местописание. Это 2 Петра 1 глава. 2 Петра 1 глава с 5 по 8 стих. Так, давайте я прочитаю. То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительность воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Итак, как вы видите, для сплетения полной духовной картины личного ученичества, нужно очень много составляющих. Нужно очень много красок. Повече бои. Во время жизни нашего учителя, многие вокруг заявляли о своей праведности. в разных аспектах своей жизни. Они практиковали так называемое выборочное послушание. Например, они соблюдали заповедь воздержаться от работы в день субботний и осуждали Иисуса за исцеление в этот же святой Они давали милостыню бедным, но только от избытка своего. То есть они отдавали то, в чем сами не нуждались. Они постились, но всегда с мрачными лицами. Они молились, но только на показ. Иисус сказал таким, они приближаются ко мне устами своими, но сердца их стоят далеко от меня. Такие люди могут сосредоточиться на овладении только какой-то черты. могут сосредоточиться до какого-то черта. Какой-то черты или каким-то действием. Но в сердцах обязательно не всегда становятся подобными ему. Давайте послушаем, что сказал Иисус о таких людях. Дочуем, как выказывал Иисус с такими хорами. Может быть даже о многих верующих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали и не твоим ли именем бесов изгоняли? И някои хора скажут, Господи, не смели пророкували от твое имя, не смели исцелявали от твое имя? Не твоим ли именем многие чудеса творили? Не ли творих чудеса от твое имя? Но я объявлю им. Я никогда не знал вас? Отойдите от меня, делающие беззаконие. А кога са тези думи на Исус Христос? Люди предположительно думали, что они делают что-то для Бога, что они делают что-то для Исуса Христа. очень часто такие люди считают себя даже верующими христианами. К сожалению, такие верующие есть. Черты Спасителя, как мы их понимаем, друзья, это не определенный какой-то сценарий. Это не список, где проставляются галочки. Вот это качество у меня есть, вот это есть, вот это есть, значит я все ученик. Друзья, это дополняющие друг друга переплетающиеся качества, которые развиваются в нас во взаимной связи. Другими словами, нельзя обрести одно качество, подобное хрестово, хрестово, не обретя других и не повлияв на другие качества, без да имаме и други качества, без да повлияваме на другите качества. С приобретением и укреплением одного качества, с придобиванием само на едното качество, обязательно развиваются и укрепляются все остальные. Как написано, наша природа меняется от воздержания к терпению, от терпения к благочестию. Мы с вами обретаем братолюбие, отличительный признак всех учеников Иисуса Христа. Подобно доброму самарянину, мы переходим дорогу, чтобы служить другим людям, которые нуждаются. Даже если они не входят в наш близкий круг, в круг наших друзей, наших знакомых. Мы призваны благословлять проклинающих нас. Нам необходимо делать добро, кто обращается с нами несправедливо или жестоко. Легко это? Не всегда. Порой это очень и очень тяжело переступить через себя, через свою собственную гордость, через свою обиду, это много трудно да махнешь свою гордость, свою обиду. Но именно этими качествами и определяется ученик Христа. Но именно со тезиси качества определя ученик на Иисус Христос. Можно ли себе представить черту более благочестивую или подобную Христовой? Можете представить некое качество по благочестиву подобного на Христову? Я хочу вам сказать, что усилия, которые мы предпринимаем, чтобы стать учениками Христа, в процессе развития они дополняются друг другом, пока мы с вами не станем просто одержимыми любовью Иисуса Христа. Друзья, это любовь, определяющая качество ученика Иисуса Христа. Опять же, давайте посмотрим, что говорил апостол Павел. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, что написано? Что я медь или кимвал звенящий, то есть пустой. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, а любви не имею, то я ничто и никто. Именно вера, надежда и любовь делают нас пригодными для работы Господа. Вяра, любовь и надежда не готовят за добудем ученицей на Иисус Христос. Но там дальше также написано. А теперь прибывают все три, но любовь из них больше. Аминь. Дорогие братья и сестры, именно сегодня мы не можем быть частичными или половинчатыми учениками. Мы не можем быть учениками лишь только по одному или другому пункту учения. Не можем добудем учениц саму соседно качество. Только все сплетение всех качеств, протекающих из веры в Христа. Само сплетение на все качества, включая и те, о которых мы с вами сегодня говорили, позволят нам устоять в последние дни. При нашем усердном стремлении быть истинными учениками Иисуса Христа, эти качества обязательно будут развиваться, переплетаться, укрепляться и дополняться. Тези качества задолжительность ще се развиват, ще се укрепат во взаимной своей связи. И не будет диспропорции между добротой, которую мы проявляем к нашим врагам и няма да има диспропорция между враговете и добротой, которую мы проявляем к нашим друзьям. Между доброта, която проявляваме към враговете ни и която проявляваме към нашите приятели. Ще бъдем еднакво честни, когато никой не ни гледа и когато някой ни гледа. Ще бъдем еднакво предани към Господ, когато сми сами и в присутствии других людей. Дорогие, я свидетельствую, что каждый из нас может стать учеником нашего Спасителя. И это ученичество не ограничено ни возрастом, ни полом, ни этническим происхождением. не родом деятельности, ни призванием. Итак, немножко подытожим. Итак, что мы с вами сегодня взяли для себя? Ученик Иисуса Христа это прежде всего человек любящий Бога. Ученик на Иисус Христос това е най-много обичащ Бог. Любящий людей. Обичащ хората, молящийся, жертвенный, послушный, у которого стоит цель, спасти душу человека, который ставит интересы другого человека выше, чем свои собственные, отвергая свои желания. Это тот человек, который платит или заплатил определенную цену за свое ученичество. Ученик Иисуса Христа живет обетованием, что получит свою награду там на небесах. Аминь. Давайте склоним свои сердца и давайте мы сейчас помолимся. Дорогой Господь, дорогой Иисус, Иисус, мы преклоняемся сейчас пред Тобою. Господь, мы сокрушаем сейчас свои сердца и свой дух. Господь, мы приглашаем Тебя в свою жизнь. Мы очень хотим чтобы наш характер преображался в Твой характер. Мы очень хотим много иск и просим Тебя наделяй нас, Господь, своей любовью. Учи нас, Господь, своей любви. Видеть в каждом человеке Твое творение. Видеть в каждом человеке Твою славу. Помоги нам, Господь, жить Твоими обетованиями. Помоги нам, Господь, двигаться к нашей цели. Той цели, Господь, которую Ты поставил. Сделать учениками все народы. Видеть, Господь, боль, нужду и проблемы, Господь, другого человека. да виждаме болка и проблемите на другите хора, дори когато този човек е извън крага на наш общение. Господь, мы просим Тебя определи, пожалуйста, и благослови нас этими ресурсами, Боже, емоциональными, психологическими, психическими, физическими, финансами, Господь, нести свет этому миру, да носим светлина в този свят, Господь, в полноте исполнять функции учеников Иисуса Христа. Господь, пусть у нас тоже будет такая цель, да имаме такава цель, да спасим душата на човек. За все Тебя благодарим, Господь, сокрушаемся пред Тобою, молимся во имя Иисуса Христа, с любовью, благодарностью, всем молим, в имя Иисуса Христа, с любовью, и благодатностью, аминь, аминь. Возвайте славу Господу, слава на Богу, спасибо.